Опять событие происходит в городе Курск. Сырая и дождливая погода на улице. Стараясь укрыться от дождя, маленький щенок залез под трубу теплотрассы. Кроха пролежала там три дня. Она уже не верила в то, что весь этот кошмар закончится и ей спасут жизнь. Малышка была настолько ослабленной, что не могла даже подавать голос. Тем более в этом не было смысла, ведь люди все равно не обращали на нее внимания. Когда моя помощница Ксюша увидела Ладу, собачка уже не могла открывать глаза. Она неподвижно лежала, словно мертвая. Ксюша спросила у меня о том, какие действия ей предпринять. Конечно, я сразу отправила их в ветеринарную клинику. Вдруг малышке еще можно помочь, нельзя упускать даже мизерный шанс. Огромная удача Лады в том, что она попала в руки настоящего профессионала, Владимира Пахомова. Тем не менее, даже этот отличный доктор не гарантировал успешный исход. Состояние Лады было крайне тяжелым. У нее были плохие анализы. Также, малышке срочно требовался донор. Без помощи донора ее жизнь была обречена. Я позвонила Александру, одному из наших волонтеров, и попросила привезти хоть какого-то донора, потому что мы были обязаны спасти эту кроху. В качестве донора для Лады мы выбрали собаку по имени Линда. У нее тоже была нелегкая судьба. Можно сказать, что они с Ладой были подругами, но несчастью. Мы надеялись, что получится спасти Ладу. Когда прошла операция, мне было так страшно, что я даже не осмелилась сделать телефонный звонок в больницу. Я попросила девочек, чтобы они поехали и осведомились о том, как прошла операция. К счастью, малышку удалось спасти. Взрослая подруга Линда буквально подарила ей жизнь. Когда мы подошли к кроватке Лады, она начала улыбаться и приветливо вилять маленьким хвостом. Это было невероятно. Малышка смотрела на всех с искренней благодарностью. Взрослая подруга Линда буквально подарила ей жизнь. Линда буквально подарила ей жизнь.